здравствуйте товарищи сегодня сниму вам один день из нашего пребывания в клубе или как это называется парке отдыха в эко-парках сейчас мы идем на завтрак в ходе нас встречают такие замечательные гориллы и вообще здесь прикольные статуи мне нравится вот это как называется коридор неправильно или галерея такое ощущение что там навстречу должны с какими-нибудь факелами жрецы майя эти завтрак здесь я так понял с 8 00 утра в кафешке под названием таверна вот здесь указатели и интересные идут что где находится мы тоже как бы все знаем здесь к вечеру вот эти фонтаны начнут работать только уже ради одних статуэток сюда стоит приехать единственно хочу сразу вас предупредить дело в том что водичка так это брошенный карьер и вода родниковая ключевая водичка может казаться чрезмерно прохладно но это пока вы первый раз не окунетесь с головой потом уже все пойдет нормально как бы все через это проходят я через это прошел это один из баров все сделано стиле пираты карибского моря ну это разумеется получается черная жемчужина корабль кира найтли он джонни депп спиной к нам стоит и артистов имею ввиду играющий главную роль там на сцене так понял концерты какие-то проходят бывают все еще пока не ожило все спят все проснулись умывается и готовится к завтраку вот мы зашли в таверну замечательно сделаны мы подходим к зоне завтраков вот это то что нам дали на завтрак сегодня от льда отличника яичница с блинчиками мы выбрали чай пакетика есть еще кофе но это как бы ходит стоимость дневная стоимость номера вот вчера у нас были макарошки сосиской с кетчупом и творожок со сметантой тоже ничего так позавтракать нормально это некоторые виды из верхней части галереи таверна где мы завтракаем у нас компания завтракать с нами не дергать вот еще один друг прилетел тоже хочет кушать вот с вами есть с кем позавтракать нам не скучно вот так вот и в таверне тоже есть на что посмотреть а а а а и и Продолжение следует... Здесь всех приветствуют. По-моему, пиратов это называлось провинившийся матрос. Может не называлось, но где-то я что-то слышал. Но выглядит очень прикольный скелетик. Вот так красиво выглядит гостиничный комплекс. Это только всего лишь один из корпусов, в котором мы обосновались. Такая веранда, где можно посидеть. Это стоянка исключительно для гостей. Вон галерея. Вы видите такие постапокалиптические автомобили. Гибриды с животными. Какие-то чужие. Безумный Макс. Я вставлю фоточки. КОНЕЦ Нижние этажи комнаток и верхние. КОНЕЦ КОНЕЦ ГОСТИНИЧНЫХ КОРПУСОВ ИДЕТ ВЕРХНЯЯ ГАЛЕРЕЯ СУДА. Это на склон холма получается. Но не холма, а насыпи. Это же карьер все-таки бывший. Сейчас посмотрим. Ух ты! Где тут тоже роскошные столики. Замечательный вид. Просто замечательный вид. Я вышел немножко в дикую часть. Вот эта верхняя терраса. Здесь такое замечательное место. Но здесь не надо ходить пьяным, потому что здесь уже нет заграждений. Можно кувырком скатиться на нижний ярус куда-нибудь. Сегодня понедельник. Поэтому народа явно поменьше. Это всего лишь детская зона. Но не детская зона, а песочная. Здесь такие интересные статуэточки. Это столики для аренды. Которые можно арендовать. Такая зона тоже. Зона отдыха. Сделаны арковые ворота. Такой своего рода бордюр. На конце с такой прикольной змеей. Мне такая змея напоминает, кто помнит, 1980 года, первую часть фильма Конан Варвар с Арнольдом Шварценеггером. Мы приближаемся к зоне мангалов. Где можно арендовать мангалы. Здесь же жарят шашлыки. Здесь такой прикольный дворик. Транспортировка лодочных средств. Приближается вечер. Там на танцполе дискотека 80-х Modern Talking. Это мне нравится. Танцпол довольно-таки красивый. Правда, пока никто не танцует. Ну, у русалочек формы такие как бы впечатляющие, красивые. Ну, и, конечно, персонажи пиратов Карибского моря вообще классно сделаны. Я представляю, как они при полной темноте будут вообще классно смотреться. Кстати, я, конечно же, могу сильно ошибаться. Давно смотрел. По-моему, Капитан Барбоса. Вот этого персонажа из фильма звали. Пушечные ядра, воткнувшиеся в деревянные борта. Заклепочки так проработаны. ватки. Торчащиеся, торчащие пушки и даже волны. И даже пор сливу водорослей. Очень красиво. Очень. Фонтанчики уже заработали. Ну, что я хотел бы сказать. Водичка с непривычки может показаться холодной. Ну, как я уже говорил, что это вода родниковая и, в принципе, это затопленный карьер. Но зато вода очень-очень чистая. Я, как человек, не очень искушенный никуда, в принципе, никогда не ездивший. Просто восхищен, насколько она чистая. И первое впечатление, что она очень холодная, обманчивая. Нужно только пересилить себя, залезть и все пойдет хорошо. Единственная вещь, которая мне, как бы, я даже считаю, что это мне не понравилось. Это просто легкая, пока не доработка. Это связь. из-за того, что карьер явно намного ниже находится основного уровня. Ну, на мой взгляд, судя по тому, как на автомобиле мы спускались, наверное, метров 20-30. Может, и побольше. Ниже относительно той же трассы, скажем. по сути, находимся в яме. Большие массивы песчаника экранируют связь сотового. Она местами ловит, местами нет. И здесь нужно подключаться к местной сети Wi-Fi. Пароли здесь все раздают при регистрации. Все бесплатно. Но дело в том, что тоже в номере, из-за того, что там нет портативных роутеров в номерах. То есть, как общие, у них здесь стоят общие такие Wi-Fi раздатчики. То есть, если вы хотите позвонить или связь, что-то отправить, это нужно выходить из номеров. Вот. А так, как бы, мне все понравилось очень. Красиво, антуражно. А чего только стоят вот эти статуэтки. Ну, вот, в принципе, и весь мой рассказ. Как я и говорю, для искушенного, неискушенного человека, мне очень понравилось. Ну, конечно, если с детьми сюда приехать, это вообще обалдеть. Да, я не потеряю. вечернее озеро вообще обалдеть. Вечернее вида это что-то. Да, когда-то в розовом фокол сидит. Откуда интересен ветер, глянь. там мне тоже вот интересно откуда. Где-то значит поддувает, видишь. Лисенки. конечно. Там что-ли еще кто-то ныряет. Тишина. Орел. там хлебом кормили. Их стук.